Научить прекрасному всех желающих взяли с мастера росписи по батику и организовали мастер-класс. Гости пригласили детей от 7 до 12 лет. Подготовка совершенно не важна. Главное не умение держать в руках кисть, а желание создавать произведение искусства. Анна руководитель силк-клуба. Такие мастер-классы проводят регулярно. Женщина рассказывает настоящее удовольствие видеть, как маленькие ученики впервые пробуют нарисовать картинку. У меня очень было непростое ощущение. Я чувствовала себя, как будто я художница стоящая по батику. Я прямо удивлялась. Я тогда рисовала цветы, которые сначала рисовали, а мне нужно было раскрасить. Ученикам предлагают выбрать сюжет и изобразить его на натянутом на рамке шелки. Материал закреплен так крепко, что разница с рисованием на бумаге для новичка практически отсутствует. Специалисты отмечают, что краски на шелк ложатся совершенно иначе. Растекаются, как будто масло. Когда работа завершена, ее можно использовать как панно и вставить декоративную рамочку. Или как шарфик, только предварительно необходимо закрепить краски паром. Такой аксессуар сохранит первоначальный вид даже после нескольких стирок. У нас представлена инсталляция, которая называется «Небеса номер 7». Мы рисовали ее на нашем производстве, огромные полотна, которые мы хотим, чтобы это заставило наших детей задуматься и что-то свое сказать в плане общения с этим миром. Любимый сюжет большинства маленьких учеников, рассказывают художники по шелку, это цветы. Иногда дети изображают бабочек, облака и пишут на шелке о своих чувствах к родителям. Вовсе не обязательно, чтобы ребенок был усидчив и трудолюбив. Рисунки на шелке увлекают даже непосед, а результат зависит от фантазии. У нас были дети, которые вообще к этому никакого отношения не имеют, в художественную школу не ходили. Первый раз держали в руках кисточку. Они очень непоседливые. У них так все это быстро получалось. Они быстро нарисовали следующее, быстро нарисовали следующее. И мы с ними провели целый день рисовали. Для них это было так очень интересно, занимательно. То есть не только усидчивые дети сидят, трудятся, но и непоседливые. Научились маленькие творцы нескольким техникам росписи. Узнали, какие инструменты необходимо использовать, как смешивать краски. Организаторы уверены, даже если большинство участников мастер-класса в будущем не станут художниками, то, открыв себе творческий потенциал, не смогут жить без прекрасного.